В студии Альф и его мама Анастасия Потёкина и Гордей Серебряков. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, костюм очень необычный. Помаши ручка вот в камеру. Ты можешь пройтись прям вот так вот? По студии. По студии. Гордею очень жарко в нём. И, Анастасия, вы как раз за какие-то муки ребёнка наградили этим или... Как вообще вы это? Пришла идея сделать этот костюм. Ну, это, собственно, исключительно желание сына. Поверьте, я сама была в шоке, когда ребёнок месяц назад сказал, что он хотел бы костюм Альфа. Он не предусмотрел, конечно, что ему будет очень жарко. Но эффект, в общем, достаточно. Достаточно 10 минут на каком-то утреннике. После этого можно смело раздеваться. Это достаточно. Ребёнок очень любит сериал Альф. Он такой тёплый, ламповый и, в общем-то... Очень крутой костюм. С хорошим чувством юмора, поэтому... Как мы смотримся с Альфа? Прекрасно. Супер, вообще супер. Анастасия, но всё же, когда он был популярен на пике, так скажем, телесмотрения, Гордей, по-моему, увлекался другим форматом. Гордей даже в планах ещё не был, когда он был, если честно. Но я сама, собственно, ему включила летом как-то сериал. Говорю, хочешь посмотреть мультики уже вроде как не для нас, а такой сериал, который ты не боишься, ты знаешь, что там не будет чего-то такого плохого. Да, что он весёлый при этом сериал очень. А поскольку ребёнок воспитанный на КВН, очень любит смеяться, вот ему понравилось, соответственно, да. И хочу сказать, что когда мы пришли в школу, конечно же, одноклассники никто не узнал, а зато родители пытались его всё время пожампать, сфотографироваться. В общем, родители признали все. Где взяли такой костюм? Заказывали, конечно же, то есть в магазине. Первым делом я вошла в пространство от костюма «Альфа», забила в интернет, увидела то, что предлагают в интернет-магазинах, ужаснулась. Благодаря соцсетям нашла хорошее ателье в Красноярске, которые, в общем, собственно, сами обрадовались тому, чего не сделали. Можно мы снимем это? Гордея, пожалуйста. Вот, да. Привет. Гордея, скажи, пожалуйста, ты как себя в этом ощущаешь, и сколько максимум в нём можешь выдержать в этом костюме? Ну, полчаса. Полчаса? Новый год будешь в нём встречать? Да. За что тебе нравится, Альф? Да. Ну, не знаю. Но он весёлый? Да. Кошек любит. Кошек? Ты тоже любишь кошек? Да. А скажи, пожалуйста, ты пробовала пить, есть в этом костюме? Это реально или нет? Нет. Нет, то есть ты просто ходишь. А можно мне померить эту шапку? Вы знаете, она делалась специально под голову, поэтому я думаю, что у вас немножко не совпадают. Анастасия, а вот ваши детские костюмы, вы сейчас вспоминали наши, вы вспомните свои новогодние костюмы? У нас мама, у нас было три дочери, и почти все ровесницы, небольшой разницы. И годы были такие, когда вот не было возможности что-то такое заказать. У меня были обалденные костюмы, красная, шапочка, снежинка, ёлочка, как сейчас помню, когда на зелёное платье были навешаны. Ну, то есть мама креативила, как могла, конечно же. Это круто. И хочу сказать, что да, вот сейчас многие покупают уже готовые костюмы, а тогда вот ты всю душу вкладываешь, чтобы твой ребёнок надел этот костюм и был самым-самым красивым на утреннике. Ну, это круто. А если говорить о голове, это было, по-моему, распечатано, если передавали средства массовой информации, что на 3D принято ли? Да, там, в общем, сначала это было как-то вот... Я видела, видите, я же не участвовала в процессе, я только наблюдала промежуточной стадии. То есть сначала это в специальной программе была смоделирована такая маска. Потом там посмотрели, как она будет с разрезанным ртом смотреться. Вот и да, и на 3D принтере напечатано, а сверху что-то... Там ещё рот разрезан, я просто не понимаю. Ну, да, ребёнок оттуда смотрят, чтобы передвигаться можно, была какая-то возможность оттуда. А сколько времени потребовалось на создание этого костюма? Ну, мы заказали с момента, когда мы оформили заказ, собственно говоря, и когда забрали, прошло три недели, а сколько там уже, собственно, сам костюм за это время... Но даже мех подобрать было достаточно сложно. Он не того оттенка, которого мы хотели, но вот что было, то было. Ну, очень похоже. Спасибо вам большое, Гордей. Поздравляем тебя с наступающим Новым Годом, за то, что такой смелый, экспрессивный, как-то эпатажный. Дарим тебе волшебные конфеты, держи. И ждём твоего следующего костюма в следующем уже году, чтобы ты так же нас порадовал чем-нибудь интересным. Анастасия Потёкина и Гордей Серебряков были у нас сегодня в гостях. Анастасия Потёкина, Продолжение следует...